хайоу ребята с вами фибоначчи мы продолжаем прохождение бихолдер 3 так сейчас я гляну у меня нифига нету надо сходить купить вообще мне чё делаешь чуть она делает а с крысы играется все пусть играется вот взять вот эту вот эту и хватит осталось 23 чё за весенние цвета оплатите указанный срок военный налог 25 тыс так сообщите им и грунтик по телефону что флаги подняты сообщим что еще можно найти алексу репетитора вот это вот хрена узнает возможно чё у нас уже 12 ночи возможно вот здесь она вроде там с детьми и дружит господин шварц радовался видеть моему сыну нужен репетитор я ищу репетитору для своего сына вы случайно не разбираетесь в барийской грамматике морейской ох нет ни капли моя сильная страна естественной науки вот мой муж отлично говорит по-балейски и всегда помогал детям с уроками он мог бы позаниматься с вашим сыном но он к сожалению в отъезде да я понимаю жаль но все равно спасибо так ладненько не вышло а кто еще может а еще сверху семейка вы к нам одним насильником меньше из меня вашего мужа снова арестовали простите я ну может это и к лучшему господин шварц я немного волновался детей понимаете может в тюрьме он немного подостынет мы можем его навещать ничего так а чё она делает на самом деле спит понятно все спят квартиру сдать я не могу может репетитору как раз таки и смогу какую-нибудь квартиру сдать либо искать чё в министерстве а надо было не так да да надо вот а нет подождите я забыл как квартиры сдавать а вот сдать во есть мужчина холост почтальон авантюрист подождите а про остальных что нам известно молодая студентка окажется очень умная а еще очень красиво на моей жене она почему-то не нравится так вот кому-то сдали квартиру хочу с экраном все нормально там камера у нас вон она идет похоже кстати на училку но и с этой надо поговорить с проституткой если она очень умна может она чё-то это может научить чему-то господин шварц здравствуйте чем я могу помочь моему сыну нужен репетитор у моего сына алекса проблемы с учебой ему особенно тяжело дается барийская грамматика так что я ему ищу репетитора а это легко есть так вы хорошо знаете барийский а как у вас языками в вид студентка у меня ну да тоже вариант я бы был бы очень рад если бы вы могли позаниматься с алексом госпожа хельм подзаработаете поможете моему сыну все выигрыши тогда договорились пусть зайдет ко мне после школы спасибо большое какое облегчение надеюсь она с ним будет реально заниматься учебой нам был сначала с этой поговорить добрый день вы а это мужик и видели ножки той барышней милый человек я что какие ножки грациозно как газель уверен она бы не отказалась немного пограцевать если вы понимаете о чем я что вы себе позволяете я попрошу разве можно так говорить о доме у нас образцовый дом моя фамилия шварц и я тут управляющий а вы петер прангер только въехал в квартиру номер три раз вы завхоз так наверное всех жильцов знаете управляющий это разные вещи завхоз занимается на и ладно неважно да я знаком с многими жильцами а с кем еще не виделся собираюсь побеседовать а что руку там тогда вы можете мне точно сказать проживает ли тут молодые и одинокие дамы и без комплексов выясняйте я бы попросила этим господин прангер я бы попросил это приличный дом они то что вы там себе напридумывали до свидания так будет подкатывать к нашей нашей так называемой учительницы до помощи делся а все дрыхнет хорошо докладной квартире еще у меня нет камер можно возвращаться на работу а надо сейчас с алексом поговорить уже утро можно его кстати будить пора в школу алекс отец что-то хотел как дела школе ты наконец нашел не репетитор отец да нашел это но рахель такая приятная девушка она тебе точно понравится тогда пойду поговорю с ней спасибо отец все дождаться пока алекс 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 напишет контрольная ну и ладно предотвратить масштабную реформу контрольная еще не скоро сообщите ами грудик по телефону что флаги разрешены так google 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 так хочу мне надо было еще министерстве я уже читаю забыл погнали 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 так все ли у меня имеется отмычки все нужные только слабенькие хороших нету сейчас значит приобретем парочку так мне нужно оборудование вот эти чё как дела в плане камер но везде все хорошо там видно чем она занимается да тут не надо меня вот квестик а ей хорошую камеру как раз повесил так сначала по телефону позвоним видишь не мой кабинет теперь ладно сначала то с тобой раз я сюда прибежал господин шварц и господин шварц госпожа вальдер что случилось я хотела поздравить вас с повышением спасибо правда теперь никому будет составить мне компанию тут внизу мне жаль ну да ничего я знаю как это все работает но теперь когда у вас есть доступ к отделу 3 я хотела вас кое о чем попросить конечно помогу с радостью только о чем конкретно речь не переживайте это сущий пустяк я ищу дело одной своей знакомой ее зовут керстин х родилась 13 декабря не самые точные данные вы можете рассказать мне что-нибудь еще цвет волос любимое животное хоть что-то этого достаточно чтобы найти ее дело в базе больше вам знать не нужно для вашей же безопасности моей безопасности но вы же говорили что дело пустяк да если вы будете осторожны наверное мне следует сказать вам что керстин умерла то есть с большой вероятностью умерла керстин была моей невесткой и вдохновенной певицей настолько вдохновенной что однажды написала чересчур вдохновенную песню и естественно угодила из-за нее в тюрьму но вы знаете как это работает но с тех пор прошло уже много лет мне очень жаль мне очень жаль госпожа война о чем вы керстин сама напросилась но зачем вам вдруг понадобилось дело керстин хочется определенности я ничего они не слышала с момента ареста ей наверняка ее наверняка казнили за ее преступление но пока я не знаю этого точно я не могу перестать бояться что действие керстина рано или поздно аукнуться мне скорее всего ее делом уже никто не интересовался лучше перестраховаться за случай превентивного заключения отвечает отдел 3 так что прошу вас ходить туда ради меня и достать это дело к сожалению у меня нет нужного уровня допуска в отделе 3 а вы просто поищите поспрашивайте думаю вы лучше меня знаете как действовать в таких ситуациях ну хорошо я посмотрю что можно сделать но обещать ничего не могу спасибо господин шварц ну где дело я прекрасно знаю чё за лаги опять начинается у письмо письмо то мы заберем сюзанне байнердт сюзанна байнердт у нас на втором этаже ну по-моему вот а погодите сюзанна байнердт с кем я сейчас разговаривал не они сейчас уже на обед блин пойдут ты ж байнердт да да добрый день господин шварц чем я могу помочь почта пришла на этот раз для вас опять есть почта а спасибо вы позволите конечно держите все весенние цвета осталось всего 12 часов это вот мои задания прогресс весенние сообщить имя грунтик а я понял что это по телефону да но пойдемте да чё блин вот а нет у этого вообще на третьем этаже дело на третьем этаже а я пока могу могу позвонить набрать номер эмма грунтик здравствуйте госпожа грунтик и я поднял флаги как вы просили а вы молодец шварц но вот теперь все выглядит гораздо лучше не правда ли да конечно гораздо лучше замечательно я рада я очень рада что вы прошли проверку господин хуверц ценит ваш вклад ценит да господин шварц он ценит вас как сотрудника и как человека спасибо не за что поэтому ему очень не хотелось увольнять вас за такую мелочь увольнять но теперь это к счастью не понадобится у господин хуверц может рад будет рад разрешение вопроса с флагами я знала что на вас можно положиться квест сделан так не нашу в эту шоу а очень во время обеда они тут наверх тот которого шантажировала сибилла фэлс а он у нас вот тут и вот там как раз таки и нет а да ладно прям за дверью стоит нет это я стоит стоит за дверью и вот у него дела и по-моему что это рукопись реформы это важно 2 почему экран не отдаляется а это я его подставить хотел на не не у него подождите тогда вот тут ушел да все кирстен хенкер так теперь бегом пока копы не приехали отлично они не приедут значит стучим пока на жрать не уперлась она уже на и поела добрый день господин шварц чем могу помочь дело у меня вот я нашел дело керстен хе о да вы просто работе года как здорово давайте его сюда госпожа кирстен хенкер дата рождения 13 декабря да да это все мы знаем а вот арестована и осуждена за распространение крамельные пропаганды в звуковой форме пожизненное заключение дополнительную информацию смотрите соответствующем административном акте но это значит что кирстен жива вы как будто совсем не рады даже не знаю стоит ли этому радоваться то есть стоит ли надеяться а вам нравилось кирстен но в целом да она всегда была со мной обходительно в отличие от ее муженька моего брата керстен хенкер постойте госпожа байнат а как зовут вашего брата вольф вольф хенкер вы что его знаете так это же один из моих жильцов что вы говорите я даже не знала что он снова в городе вот так совпадение обязательно расскажу ему что вы с нами коллеги ой мы с вами коллеги можете не утруждаться мои дела брата не интересуют мы с вольфом уже давно не общаемся он сильно изменился после смерти кирстен его интересует только он сам и его нелепая борьба против системы но почему же могу я спросить что между вами произошло пожалуйста не принимайте на свой счет но вас это не касается господин шварц само собой госпожа байнард но вы не могли бы показать ему дело кирстен если он увидит что кирстен жива может это пробудит в нем что-нибудь что-нибудь хорошее с радостью тогда я пока придержу дело у себя и покажу ему хорошо вы ужасно добрый господин шварц как же мне вас отблагодарить свяжу вам на зиму красивый шарф из кошачьей шерсти никогда не помешает это очень мило с вашей стороны госпожа байнард ну нет все же что-то она мутит какая-то она странноватая показать вольфу предотвратить масштабную реформу как 25000 репутации дождаться пока алекс напишет контрольную предотвратить масштабную реформу ну-ка давайте-ка читать нужно посредить за тем чтобы реформа о свободе передвижения реализовалась не так как планируется выполненные шаги хрен награда 5000 репутации ошибка конец игры мне надо все кабинеты обыскивать значит правильно что это было а счет заводу спасибо спасибо как заво время 640 бачей ничего не могу есть кому-то позвонить ночью я нашел вот я какую-то бумажку нашел в одном из кабинетов до рукопись реформы похоже на окончательный вариант текста реформа свободе передвижения а может я просто в шредер запихнуть так сейчас все домой попрутся пойду попробую кому-нибудь взякнуть не может кто чё скажет тут все уже уходят позвонить набрать номер эми стивен хубертс похоже занят но незачем звонить так следующему лота альтман что такое шанс не занимайте линию у меня небольшой вопрос по этой реформе о свободе передвижения но не ходите вокруг да около задавайте свой вопрос у меня есть пара идей насчет реформы но к сути переходите к сути у вас есть конкретное у вас есть конкретное представление о том как лучше остановить реформу вы же знаете как здесь все устроено воспрепятствовать реализации реформы уже нельзя но то как реализуется реформа во многом зависит от того кто составит ее текст это мог бы сделать я я мог бы сам переписать черновик реформы вы ни разу не составили подобных документов шварц это сразу бросится в глаза значит надо найти в отделе 3 кого-нибудь кто мог бы переписать реформу так чтобы она вас устроила совершенно верно шва армин крайнерт убежденный сторонник стивена хубертс а если крайнерт создаст на основе инструкции рукопись реформы которая затем реализуется немыслимо но слава великому вождю в отделе 3 есть и другие сотрудники возьмите инструкции к реформе и попросите кого-нибудь надежного переработать их в черновик текста затем подмените ту руку пись что лежит в столе армина крайнер то новый чтобы никто не заметил все ясно а теперь хватит висеть у меня на линии все все ясно ну кого а все уже ни хрена не то кого попросить подождите а крайнерт у нас где вообще он же не тут ни хрена да или армин крайнерт это вот этот самый первый психопат так и у нее ничего нету принято нет тут ничего так тогда надо бежать к вольфу наверно я что-то забыл кто такой армин крайнирд может я вам позвонить еще могу еще посмотрим по досье чиновники вот телепрюкер а а чуть я даже не помню кто он такой еще этот вот странный армин крайнирд его надо попросить переписать и убрать стол и убрать в стол этому и вон зейлер суда нет подождите тут я нашел дело это у него же было запутался так ладно гол до дома сейчас сразу отмычек купим дождаться пока алекс напишет контрольная посмотреть как они там занимаемся 4 взяли как раз ночь еще посмотрим но уже уже поздно вряд ли а алекс уже спит наверное я хотел прогуляться в чем дело я доставил потрепанный конверт я придал ваш конверт господину миллеру лично в руке да отлично я смотрю ты чувак надежный вот тебе моя скромная благодарность как полагается насчет вашей жены у вас найдется минутка у меня к вам личный вопрос извини шварц я сейчас не в настроении вести светские беседы слишком много дел мне нужно срочно речь о керстен вашей жене керстен откуда как это понимать кто тебя прислал завязывай с этими играми никто меня не присылал для начала попробуйте успокоиться я хотел сказать что говорил с вашей сестрой сюзанной сюзанной опять она сует свой нос чужие дела оставь меня в покое шварц керстен мертва она умерла козел исчезни шварц они то но керстен жива что вот это дело керстен нашел в министерстве из этого следует что она до сих пор под арестом но жива но но это же моя керсти ну да и она отбывает превентивное заключение где именно здесь не указано и я не знал все эти годы я думал что она мертва не очень жаль ну простите я не хотел беретить страны старые раны но разве это не хорошая новость я не хотел в это верить но шли месяцы годы а вести о ней все не было какой-то момент благоразумие взяло верх над моей отчаянной надеждой любой ребенок тебе скажет что в лагерях никто долго не живет даже моя керстен какой бы сильная она не была по крайней мере так я думал до сих пор справедливо ли меня за это винить насчет лагерей что за лагеря вы имеете ввиду трудовые лагеря перевоспитания тюрьмы и пыточные камеры все те места в которые увозят смелых людей которые еще верят в добро кто увозит нечего притворяться ты же тоже один из этих правительство не смешите это просто гребанная бюрократическая машина для убийства чтоб вы все передохли успокойтесь спокойнее господин хенкер то что произошло с керстен ужасно но это не делает весь мир вашими врагами вообще то что случилось керстен звучит как чудовищное недоразумение наверняка все еще можно исправить недоразумение очнись мужик мы живем в государстве которая рассматривает собственных граждан как угрозу думаешь я не знаю что ты следишь за всеми жильцами но мы тут как паиньки все играем свои роли чтобы самим не попасть под прицел правительства и так из-за сильных мира сего мы превращаем жизнь других друг друга в ад в этой стране мы все в тюрьме сами и заключенные и надзиратели у нас одна надежда выжить а что сделали вы а вы пытались вызвали керстен а ты как думаешь даже сам человек семейный естественное я сделал все что мог чтобы вызвали керстен но куда бы я не звонил чтобы я не делал я везде утыкался в сплошную стену молчания тогда я начал протестовать публично исполняя песни керстен из нас двоих голос у нее всегда был лучше но мне было все равно я везде рассказывал ее историю везде играл ее песни и все это в робкой надежде что красота музыки и жесткая несправедливость случившегося с керстен встряхивает людей и побудит их к действию но ничего не вышло вместо этого мне дали понять что мое поведение только ухудшит положение керстен мне пригрозили что если я не прекращу свои расспросы и протесты керстен умрет и тогда я сдался и тем самым отрекся от керстен было проще думать что она умерла я поклялся себе что если не смогу спасти керстен то подорву всю эту прокрутую систему вместе с собой но я никогда ее не забывал никогда насчет дело керстен но теперь когда вы знаете что керстен все еще жива вы же можете что-нибудь сделать на что у меня руки связаны керстен жива это самое главное может быть вам удастся узнать где ее держат а потом можно будет направить силы на ее освобождение но что ж сейчас у меня хотя бы зацепка есть но тебе придется мне помочь шварц что мне у тебя есть допуск министерство и ты доказал что ты добрый порядочный человек пожалуйста выясни где держат керстен ну я попробую выяснить спасибо не знаю поможет ли это но один из моих людей рассказал мне об исправительном лагере седые дубы в котором якобы содержат деятели искусства так что обязательно разузнай что нибудь об этом лагере это будет хорошей отправной точкой когда вы говорите мои люди чтобы имеете в виду под вашими людьми единомышленников мужчин и женщин вроде меня которые не сдаются и верят в лучшее будущее некоторые называют нас сопротивлением но посмотрим правде в глаза мы обычные граждане которые стали терпеть угнетения но об этом можно и в другой раз поболтать сейчас главное узнать где держат керстен я попробую но обещать ничего не могу и все равно спасибо шварц закончить разговор но блин зайти вот он попросил мне об услуги а он-то мне сам не нравится я не хочу ему помогать хоть он там и сопротивление за изменения да как бы как и я хочу типа из изменить этот мир допустим но ему помогать вообще не хочется может тут что-то есть за шантаж осталось не а там стирку на починить наверно пусто да 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 конечно ты что ты делаешь по крестьян зулингер так чинить пчели что дальше рассказать сезоне байнерта реакции вольфа скоро уже утро кто чем занят но тут ночью нечего смотрите чтобы ходить по-любому сходил за бухлишком все тогда обратно в министерство не вижу смысла тут торчать дальше еще такой с экраном то офигеть как как бегать-то о ох уж этот ранний доступ ну вот пять утра сейчас уже все будут приходить на работу так мне надо эту дождаться из третьего этажа вильгельм бюргер вот он наш придурок рюкерт где остальные томас сибилла и эрнс точит они все вместе идут сибилла причем шантажирует этого томаса вот он армян армян крайнерт где наша любительница пончиков ладно ее пока нету а я не на том этаже вышел ну иди ты живей тук-тук такая хорошая погода пожалуй уйду все для пораньше вы еще не закончили черновик реформы вы все еще заняты большим пакетом реформ я всегда занят шварц но в данный момент я пытаюсь срочно записать отца к врачу о он серьезно болен бедные что с ним ему плохо да к сожалению врачи расходятся во мнениях вот это отсутствие ясности нас с женой особенно беспокоит но мы ведь не для того пришли чтобы побеседовать о моем отце чем вас так заинтересовала эта реформа вы тут уже давно что-то вынюхиваете и при этом из моего кабинета исчезают документы ничего себе да вор видимо совсем отчаялся реформа то уже подготовленной в ближайшее время реализуется к счастью в числе пропавших были и совсем пустяковые документы вот дилетант а вот именно но у меня закрадывается и другое подозрение и какой же что кто-то пытается саботировать реформа что было бы очень глупо ведь все делается с явного разрешения великого вождя подобный саботаж равносилен попытки самоубийства кому же такое могло прийти в голову ты кто вообще мог оказаться настолько тупым я тоже не знаю шварц вы же знаете что изменения невозможно остановить пар из котла нужно стравливать но теперь вы понимаете почему ваше любопытство вызывает у меня подозрение лучше не суйте нос в этот проект шварц а то еще вас примут за саботажника а подобное недоразумение может иметь фатальные последствия до этого мне точно не нужно спасибо господин крайнерт как успехи с черновиком реформы а хватит скальц шанс что-то случилось кто-то украл мой черновик вы себе даже не представляете сколько в него было вложено труда все эти параграфы перекрестные ссылки по официальной версии документ чистится как утерянный вот же засада но я за сто процентов уверен что его кто-то украл теперь придется весь текст реформы писать заново ух если поймаю того из-за кого мне приходится делать двойную работу вы случайно ничего об этом не знаете фрэнк конечно нет кто я не ничего ну ладно так писать заново так вопрос мнения прогресс вот чё с ними со всеми надо сейчас опять снова разговаривать как я понял стоять эти два зачем пришли вы сейчас работаете на реформы как продвигать составление текста а мне откуда знать меня стране от работы над реформой а почему же а потому что вроде как из моего кабинета пропали документы а попади сми только этот вор видите вон ту коллекцию оружие на стене впечатляет да да конечно а что я умею вращаться с каждой из этих малышек и найду крыцу из-за которой оказалась в таком положении и пощади ее великий вождь чё у всех пропали документы чё-то за прогресс мнение все достижение предотвратить выполненные шаги нихрена и у тебя тоже пропали так вы еще не закончили черновик на шварц и мое дело сделано теперь жду дальнейших указаний а вы следуете у меня для вас поручение у меня для вас поручение господин рюкер вы ведь небольшой поклонник этой реформы так это к делу не относится я ответственный сотрудник я знал что на вас можно положиться и госпожа альтман тоже это знает госпожа альтман она поручила мне передать инструкции стивена хуберца тому кто должным образом их переработает кому-то кто сможет на их основе составить благоразумный текст реформы инструкции сформулированные довольно расплывчато из соображений безопасности но вы это точно разберетесь и это инструкции поступили и эти инструкции поступили за дело 5 от самого стивена хуберца можете просмотреть их не торопитесь давайте-ка их сюда но вроде оформлено все правильно но помните что ваша рукопись сначала пройдет через руки госпожи альтман именно она будет оценивать ваш труд я понял тогда я сейчас же приступлю к работе шварц дайте мне пару часов мне нужно сконцентрироваться все я нашел козла отпущения дождаться когда филипп рюкер закончат а ты здравствуйте фрэнк рад вас видеть что привело вас в мой кабинет а ну кой стадии текст реформы вы же сообщите обо мне в полицию реформа давно готова на уже и где хранится текст в кабинете крайнер то естественно он же любимчик стивена а теперь и ставьте меня в покое ну все дождаться сколько дождаться пока рюкер закончат ну я думаю где-то до вечера может он уже закончил он же работящий все таки товарищ у нас дудит от микрофона блин а добрый день уже закончили ну что новая версия реформа же готова хороший качественный труд не терпит спешки зайдите позже окей забрать у филиппа рюкерта рукопись новой реформы ну может быть это можно сделать сразу но я пойду пока с этой поговорю с нашей любительницей пожрать сибири фэлс почту любовные письма строчит блин надо было за ней проследить добрый день господин шварц всем могу помочь я показал документы вольфа я поговорил с вашим братом ну хорошо и что он сказал что даже не подозревал что керсин жива но при этом упомянул что его шантажировали жизнью керсин шантажировали в каком смысле вроде как угрожали убить ее если он продолжит попытки ее освободить так сейчас секунду не гребный попугай провод перегрызет сейчас ты меня задолбал пошел отсюда на все иди как странно меня он этого не рассказывал думаю вы знаете как угрожали убить ее если он продолжит попытки ее освободить как странно меня он этого не рассказывал думаю вы знаете что после ареста керсин вольф подался в радикалы он так и не перестал петь эти бунтарские песни он стал кем-то вроде героя сопротивления певцом который отказался молчать все недовольные граждане прямо-таки боготворят его вольф напрашивается на неприятности ими может навредить поэтому я и оборвалась с ним контакт к счастью у меня сейчас другая фамилия по мужу понимаю зато теперь у него есть зацепка по которой он может найти керстин верно надеюсь он этим воспользуется как-никак вся история его жизни которую он отражает в песнях опирается на трагическую судьбу керстин может поэтому он и решил что она умерла чё все так задача завершена узица прошлого так не сюда а письмо еще можно отдать но не все жрать пошли но я может и на обеде могу отдать ждем тогда пока пожру так что я слишком много времени подождал я теперь нихрена не успею они уже домой вон собираются пять часов ну кто прям в пять часов домой уходит так 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 ты мне нужен все барабанил так а у керстин хенкер закончили ну как рукопись реформы наконец готова все верно дорогой господин шварц вот передо мной с большим вот передаю вам с большим удовольствием я очень рад что поездки за границу теперь еще более ограничены и эти неприятные льготы для работника месяца снова отменяются то есть что вообще человеку без дипломатического паспорта может понадобиться за границей туда должны допускать только ответственных дипломатов не так ли капец ну не знаю даже не знаю в метафоре господина крайнерта с паровым котлом есть своя логика не мелите чепухи шварц без дальнейших ограничений свободы передвижения нас ждала бы катастрофа только представьте что было бы тысячи миллионы людей могли бы просто взять и уехать из страны последствия такого решения для нашей страны невообразимы спасибо что доверили мне это задание шварц так а если я ищу кирс кирстен хенкер скажите вы же тут все знаете руку конечно в чем вопрос можно ли как-то узнать где держит конкретного преступника например музыкантом а с музыкантами все сложно зависит от того насколько большая у него аудитория все деятели искусств находится под пристальным наблюдением у них всех есть склонность выступать против системы вождь их знает почему так вам нужно найти акт о заключении можно проверить на сервере министерстве разумеется только при наличии соответствующего разрешения другой вариант обратиться к ответственному сотруднику деятелями искусства занимается иван зейлерс она знает что их нельзя выпускать на свободу если к ним прислушиваются недовольные вот оно как спасибо так ну в принципе рукопись реформы подделка подделку надо засунуть как раз таки куда-то сюда а вот ему армина подменить рукопись реформы в кабинете вот так лазим подделка а это обычная подделку закидываем все позвонить госпожа альтман с докладом но прям ночью можно ей набрать ничего страшного не случится ну все а зачем она первый этаж спустился и ждать нового на и на повышение алло госпожа альтман да я подменил рукопись реформы в кабинете армина крейнерта на исправленную версию от филиппа рюкерта господин рюкер проделал большую работу скажу я вам теперь ездить во вражеские страны будет не так то просто вы молодец шварц вы уберегали страну от хаоса немыслимых масштабов отличная работа чел все репутация 25 тысяч есть заработали позвонить слоте и поговорить о повышении сразу же лота альтман у аппарата кто говорил добрый день госпожа альтман это фрэнк фрэнк шварц в чем дело шварц я хотел узнать что вы думаете о моей работе вы ее выполняете но если у меня шансы на повышение но если подумать вы в отделе 2 и правда засиделись и выработка у вас не такая низкая как я ожидала и кабинет как раз освободился все складывается вашу пользу шварц ну да более или менее что ж тогда поздравляю меня повысили именно вы переходите в отдел 3 я могу быть уверена что мне не придется сожалеть об этом решении на все 100 ну конечно на все сто процентов это я хотел услышать можете пережать свой новый кабинет в отделе 3 руку спасибо так камеру тут мы оставляем не она не нужна ничего метод нету все мой новенький кабинетика интересный чей кого кого нахер выгнали кого-то бесполезного генеральная уборка так снять трубку и нифига сначала снять трубку так ну ладно в принципе пусть пусть название ты продолжим ребята прохождение мы уже тогда в следующей серии а если понравилось видео поддержите лайком а также подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые выпуски с вами был фибоначчи и пока пока